Значительные потери танков и бронемашин затрудняют продвижение сирийской армии. Это выдержка из доклада американских спецслужб, которую приводит агентство Рейтер. При этом отмечается, что американские противотанковые ракетные комплексы поставлены в Сирию, Саудовской Аравии, которая отправляла их отрядом так называемой умеренной оппозиции. Теперь, судя по всему, оружие оказалось в руках террористов ИГИЛ, традиционно. При этом американцы на неделе пообещали, что вновь подбросят оружие оппозиции. Хотя Москва заявляет жестко, в тот момент, когда в сирийской пустыне смешались все возможные силы вооружать безответственно. Но в ответ сегодня глава Пентагона Картер обвинил Россию в том, что она пытается изменить существующий миропорядок. И даже заявил, что Москва брецает ядерным оружием, но Америку не запугать. Мой коллега Евгений Баранов разбирался, что стоит за этими заявлениями. Ведь они не ведут ни к чему, кроме обострения уже и без того затянувшегося сирийского конфликта. Меняется все. Расклад сил на сирийском фронте, количество целей, уничтоженных российской авиацией, позиции Вашингтона по будущему в Сирии и участи Ассада. И даже официальные представители государственного департамента США сменяют друг друга. Неизменным остается одно. Те глупости, которые они говорят. Ушла любимица россиян Дженнифер Псаки, и ее место заняла новенькая – Элизабет Трудо. Казалось бы, что времена ежедневного скармливания журналистам без доказательной чуши прошли. Но как бы не так. Российская авиация разбомбила госпиталь в сирийском Сармине. На голубом глазу заявляет новый официальный представитель страны, только что спаливший заживо десятки пациентов и медиков в госпитале врачей без границ в Афганистане. Естественно, что журналисты требуют доказательств. Но ничего к тому, что она уже сказала, госпожа Трудо добавить не может. Мэм, детали очень важны. Министерство обороны России опубликовало снимки и видео госпиталя в Сармине, в ударе, по которому русских обвиняли. И на этих кадрах здание не выглядит так, как будто вы его бомбили. Я их распечатала, если вы их еще не видели. Понимаете, насколько теперь важно, чтобы США представили доказательства того, что госпиталь был разрушен Россией? Как насчет такого варианта? Я передам ваш вопрос. И если будет информация, которой мы можем поделиться, я сделаю это. Хорошо? Можно быть совершенно уверенным в том, что никакой новой информации не появится. Вместо обещанных доказательств журналисты моментально получат лишь новую порцию невнятной билиберды. Вот, например, другая наша хорошая знакомая. Помощник госсекретаря США Виктория Нулан. Казалось бы, дама серьезная и не станет размениваться на ерунду. Так нет же, и она туда же. Россия сбрасывает тупые бомбы, неизбежно попадая по неправильным целям. Рынок в Дамаске, региональный штаб свободной сирийской армии в Алеппо и склад боеприпасов. Россия платит высокую цену своей репутации в борьбе против терроризма. Заметим, все это говорится уже не каким-то там журналистам. Аудитория конгрессмены, люди, от которых зависит принятие решений. И снова никаких доказательств. Оставим на совести Нуланд наши тупые бомбы, как вынуждены были оставлять ранее разбомбленные американской авиации свадьбы и госпитали в Пакистане, Афганистане, Ливии и Ираке, за которые Вашингтон был вынужден впоследствии извиняться. Госпожа помощник не ограничивается боеприпасами и идет дальше. Понятно, что мы бомбим не то, что бы ей хотелось. Это бесспорно. Но мы, по ее данным, еще и вдвое увеличиваем наше военное присутствие в Сирии. Там якобы уже появилась наша артиллерия, что, конечно же, свидетельствует о том, что дела у русских в Сирии идут совсем не так хорошо, как это может показаться. Соединенные Штаты не могут, по крайней мере, нынешняя администрация, не в состоянии проанализировать эту неожиданную ситуацию, эту обстановку. Не очень понимают, как на это реагировать. И единственный вариант борьбы какой-либо или движения против участия России в сирийском конфликте – только имиджевый. Это исключительно информационная война. Соединенные Штаты навязывали свою политическую и военную волю, мотивируя ее всегда тем, что мы единственная сверхдержава, которая способна дать вам мир или обезопасить тот или иной регион. Сейчас же вдруг неожиданно выяснилось, что никакая не единственная и никакая не самая боеспособная. И с этим надо что-то делать. Общий смысл таких бездоказательных информационных вбросов в дискредитации российской операции в Сирии. Ее эффективность поставила перед Вашингтоном довольно сложную задачу. Нужно как-то оправдывать свое бездействие длинную в год. Вот в этом-то фишка российской операции в Сирии. У нее цели глобальнее, чем просто Сирия. Это и подтверждение российского статуса как великой державы. А поскольку, повторюсь, нам нужно для того, чтобы быть великой державой, а не региональной державой, которую нас называют Барк Обама, нам нужно проводить глобальные инициативные мероприятия, такие, как, например, сирийская компания. Первая операция за все время после окончания Холодной войны. Это сирийская. Великая держава должна проводить, даже показывать самое главное, что она может проводить такие операции. Второе, поддержка Асада. Мы своих друзей не сдаем. В отличие от американцев, которые кидают своих товарищей по всему Ближнему Востоку. Причем регулярно, не один раз. Вот и последовала вполне естественная реакция Вашингтона. Если потери среди мирного населения от русских бомб доказать невозможно, тогда зайдем с другой стороны. Россия якобы уже не справляется. Не прошло и двух месяцев, а ей требуется подкрепление. А значит, и мы, американцы, не такие уж беспомощные. Стремление убедить всех и в первую очередь самих себя в незыблемости собственного величия вот подоплека всех последних публичных выступлений американских политиков. Правила игры в мире могут быть только такими, какими их установили Соединенные Штаты. И дальше всех в этом сегодня пошел глава Пентагона Эштон Картер, заявивший, что Москва бросает вызов международному порядку и противодействовать ей Вашингтон будет с помощью как политических, так и военных средств. Мы не стремимся к холодной войне с Россией, не говоря уже о горячей. Мы не хотим, чтобы Россия была нашим врагом. Но не надо делать ошибок. США будут защищать свои интересы, интересы своих союзников, принципиальный международный порядок. Россия проявляет намерение нанести ему вред, пренебрегая принципам международного сообщества. В то же время Китай, развивающаяся страна, которая проявляет все больше амбиций, как в своих намерениях, так и в своих возможностях. Ни Россия, ни Китай не могут изменить мировой порядок, однако в различных областях бросают ему вызов. Незадолго до этой бравады американского министра обороны становится известно, что США намерены увеличить поставки оружия так называемой «умеренной оппозиции» в Сирии и отправляют туда, вопреки собственным заверениям о том, что этого никогда не случится, свой спецназ. США признали, что таким образом Вашингтон реализует так называемую «двойную стратегию», в соответствии с которой бросает вызов действиям в Сирии, России и Ирана, одновременно надеясь получить дополнительные рычаги давления за столом переговоров по урегулированию ситуации в этой стране. Таким образом, они утверждают, что они контролируют деятельность и действия той или иной оппозиционной группы, что якобы они с ними находятся в контакте, хотя, может быть, этого контакта реального и не существует. Но за счет таких, скажем, массированных поставок вооружения, тем самым они ведь подпитывают эту оппозицию и действительно создают серьезную угрозу. Происходит мифологизация в политическом и общественном дискурсе роли Соединенных Штатов. В действительности мы видим, что провозглашенная американцами так называемая «двойная стратегия» сейчас сводится лишь к тому, чтобы хоть как-то вернуть хотя бы видимость обладания инициативой. Сейчас все посвящено именно этой задаче. США сели за стол переговоров, потому что им пришлось это сделать из-за вовлечения России в ситуацию в Сирии. Сирия заняла наступательную позицию после того, как Россия начала оказывать поддержку с воздуха и материальную поддержку. Это изменило положение дел в Сирии и ухудшило позиции США. Таким образом, США оказались за столом переговоров, и они хотят улучшить свое положение. Реальная проблема переговоров по Ближнему Востоку проявилась особенно ярко в Вене, потому что единственным представителем Сирии в этом зале был один из официантов. При этом там были все кто угодно. США, Россия, Иран, Саудовская Аравия и даже мой дядя Джо. И поверьте, на их месте я бы не стал пробовать ту еду, которую им подавал этот сириец. Расчет на то, что увеличив поставки оружия боевикам, США сумеют повлиять на ход этих переговоров пока без результатов. Для успеха им необходимо найти и усадить за стол переговоров лидера, который бы представлял и контролировал сколько-нибудь значительную часть той махновщины, которую в США принято называть умеренной. А таких пока нет. И с помощью поставок оружия не появится. Евгений Баранов, Федор Сухарников и Александр Гусев. Воскресные. Продолжение следует...